Этим летом сотрудники Marvel Studios смогут немного передохнуть, делая паузу в графике производства после завершения третьей фазы кинематографической вселенной. Причём, похоже, что небольшая приостановка начнётся после выхода Мстителей Финал в апреле и Человека-паука Вдали от дома в июле. В конце февраля в Твиттере один из создателей Дэдпула Роб Лайфилд высказал интригующее предположение о том, в каком направлении, по его мнению, будет двигаться киновселенная после 2019 года. Как отметил писатель и художник, после Финала и Вдали от дома пройдёт почти целый год до того, как в прокат выйдет новый фильм Marvel. Как Лайфилд написал в Твиттере, «Мне не даёт покоя тот факт, что в настоящее время не ведётся разработка ни одного фильма Marvel» То есть целый год после Человека-паука ничего не будет? После дебюта Вдали от дома следующая запланированная дата выхода фильма Marvel – 1 мая 2020 года, и по состоянию на начало марта 2019-го неизвестно, каким будет этот фильм. Как бы то ни было, продолжение Человека-паука и загадочный проект Marvel разделяет почти 10 месяцев. Создатель комиксов Марк Миллер, автор таких влиятельных произведений, как Особо опасен, Кик Эс и Кингсман Секретная служба, присоединился к обсуждению в Твиттере, отвечая на оригинальный твит Лайфилда. Автор отметил, что впервые за более чем 10 лет между выходами фильмов Marvel будет такой большой разрыв. Он также утверждает, что это хорошо, называя небольшую перезарядку, цитата, «мудрым шагом». Он высказал своё мнение, написав, «Киновселенная воспринималась не ослабевающей какое-то время, и мелкое ожидание только лишь подстегнёт предвкушение». Что ещё более странно, мы всё ещё не знаем, что нас ждёт. И пускай Миллер никогда не был особо тесно связан с Marvel в плане создания фильмов, он работал с персонажами Marvel, создав такие серии, как Фантастическая четвёрка Ультимейт, Люди Икс Ультимейт и Рыцари Марвел Человек-паук. Так что он обладает некоторым инсайдерским пониманием, но, судя по всему, тоже находится в неведении относительно конкретных планов студии, как и любой другой фанат. В 2014 году Marvel Studios выпустили обширную карту контента киновселенной на несколько лет, кульминацией которого стала Война о бесконечности, состоящая из двух частей и снятый с производства фильм Нелюди. И конец этой последовательности фильмов уже близок, а будущее серии туманно как никогда. И в этой секретности есть смысл. Уже говорилось, что раскрытие будущих планов киновселенной до выхода Мстителей Финал может быть потенциальным спойлером для фильма, особенно если в этой климатической битве погибнут некоторые персонажи. Имея это в виду, позиция студии вполне понятна, и, похоже, у предстоящего перерыва есть некоторые преимущества. Несмотря на то, что аудитория ещё не успела устать от супергероев, нельзя исключать, что для Marvel было бы целесообразно немного выждать после Финала, чтобы насладиться большой победой, прежде чем зрители с восторгом будут ждать следующий десяток фильмов. Уже более 10 лет студия выпускает фильмы в стремительном темпе. Первый этап киновселенной подарил нам 6 фильмов за 4 года. На втором этапе и далее компанию ждал успех, и она продолжала набирать темп, выпуская до трёх фильмов каждый год. Именно это и произошло в 2018 году, когда выпустили сразу Черную Пантеру, Мстителей Война Бесконечности и Человека-муравья и Осу. Независимо от того, куда забрасывали нас фильмы, в космос, в другие измерения, в неизвестные страны или в микроскопическую квантовую реальность, события неумолимо приближались к Финалу, который описывается как своего рода завершение сюжетной линии про Камни Бесконечности. – Танас был в моем голове 6 лет. Конец этой истории станет естественным поводом взять небольшой перерыв. Может быть, даже просто, чтобы посчитать все деньги, которые студия заработала за это время. Принимая во внимание кассовые сборы Войны Бесконечности – 2 миллиарда долларов – и сюжет, который закончился убийственным клиффхенгером, почти гарантировано, что Четвертые Мстители будут одним из самых крупных фильмов всех времен, завершив десятилетнее продвижение к невероятному успеху. Сиквел Человека-паука, впервые отправивший героя в европейское турне с Мистерио, тоже, скорее всего, покажет высокие сборы. Таким образом, 2020 год выглядит отличным поводом попридержать коней, позволяя как создателям, так и фанатам немного отдышаться, чтобы вдохновиться новыми историями с новыми силами. И хотя подробности до сих пор неизвестны, главный исполнительный директор Marvel Studios Кевин Файги немного подразнил нас своим видением предстоящей четвертой фазы киновселенной. В его разговоре с Collider во время пресс-тура Капитана Марвел Файги сказал о совершенно новом будущем серии, сказав зрителям, что они могут ожидать привнесения на экран новых персонажей, которые хранились на скамье запасных довольно долгое время. Он сказал, «Все, что выйдет после Финала и Вдали от дома будет отличаться, но будет таким же уникальным, как и остальные фильмы. Мы хотим увидеть возвращение персонажей, и именно так мы и поступим. Но мы также внедрим и новых персонажей, о которых большинство зрителей никогда и не слышали, как о Стражах Галактики и о Мстителях, пока не вышли Первые Мстители, и таких очень много» Он продолжил, поделившись тем, что готовится к выпуску фильма Вечных после выхода Финала. Этот фильм, по его словам, сразу же привнесет в киновселенную большую группу легендарных героев. Файги сказал, «Нам изначально нравилась идея снимать сразу ансамблевое кино, а не строить его, как мы делали со Мстителями. Это будет похоже на Стражей, но не в плане стиля, а с точки зрения представления новой группы людей» Он также оставил открытой возможность для фильма эпических масштабов, уводя зрителей далеко в прошлые киновселенной. Джек Кирби создал огромную, удивительную эпопею с комиксом Вечные, которая охватывает десятки тысяч лет. «И это то, чего мы, по сути, ещё не делали. Вот почему эта идея, помимо прочих, привлекает нас» И пускай студия Marvel возьмёт небольшой перерыв в большом прокате, нас всё ещё ждёт много нового контента. В рамках интригующего развития студия разрабатывает несколько телесериалов по киновселенной Marvel для показа на будущей потоковой платформе Disney+. В отличие от сериалов Netflix или ABC, которые производятся Marvel Television, эти сериалы будут полноценными постановками Marvel Studios с участием героев фильмов и с большим бюджетом. – Реальность может быть, что я хочу. Список проектов включает в себя сериал о боге-обманщике Тома Хиддлстона Локи, премьера которого ожидается чуть позже, в 2019 году. Также сообщается, что ведется разработка сериала про Сокола и Зимнего Солдата, а также проект, посвященный Вижену и Алой Ведьме. Ходят слухи, что мы можем увидеть сериал про обучение Клинтом Бартоном нового Соколиного Глаза, Кейт Бишоп, его преемника. Так что будьте спокойны, истинные фанаты, мы скоро получим столько контента Marvel, что не будем знать, когда всё это пересмотреть, так что просто немного терпения. Мы знаем, что студия планирует некоторые фильмы, среди которых Вечные, Чёрная Вдова, Продолжение Чёрной Пантеры, Доктора Стрэнджа и Стражей Галактики, но когда эти фильмы официально отправятся в производство пока непонятно. Но Файги заверил фанатов в том, что у компании есть список фильмов, запланированных до 2025 года. Кого же мы можем увидеть в будущем? Мисс Марвел? Громовержцев? Или же мы, наконец, дождемся, когда Marvel возьмется за Людей Икс и Фантастическую Четверку? Возможности кажутся безграничными, но ещё рано думать о будущем, ведь сначала надо покончить с Таносом. Это будет концом эпохи, но также даст новое начало. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!